Уважаемые зрители, вы помните, что есть скандал последних дней, ну, события последних дней, если так можно сказать, это история с проектом «ГУЛАГУ.нет», «ГУЛАГУ.нет», который опубликовал двухчасовое интервью с двумя вагнеровцами, один из них Азамат Улдаров, рассказал жуткие страшные вещи о том, как по приказу ЧВК Вагнера, вот этой вертикали, он называл фамилии командиров, значит, они убивали детей, убивали беременных женщин, им дан был приказ зачищать, там была яма, в которой сидели 50 человек, они убили эти 50 человек прямо в этой яме. И вот продолжение этой истории. Значит, он рассказал, добавил, что подчиненные Пригожину угрожали ему и членам его семьи, как сообщил экс-вагнеровец, ему позвонили и включили запись, в которой лично Пригожин требовал поменять показания и заявить о шантаже со стороны Осечкина. Давайте послушаем, а после этого, Дмитрий, вам будет вопрос чуть-чуть не про это, а про другое, про Пригожина, про его роль в российской политике и что ему светит в хорошем и в плохом смысле. Давайте послушаем. Ну, понимаете, и есть вероятность опасности, что до утра я могу не дожить. Последний вопрос, Азамат. По поводу того видео, которое вот ты рассказал, что якобы я тебя шантажировал, какой-то там оглаской и так далее. Как это было записано, при каких обстоятельствах? Можешь рассказать, пожалуйста? Я имею в виду сказать, что если я не изменю показания, ну, мало того, что я сам пострадаю, во-первых. Меня увезут, и я пропаду. Пострадают мои дети, ну, семья. Я этого не хочу, я этого не позволю. Я лучше сам помру, сдохну, пускай со мной что-то произойдет. Со мной, пускай лучше произойдет. Семью не надо трогать. Перед тем, как Дмитрий подключится к разговору, я хочу проанонсировать. Мне только что сообщили. Завтра в 18 часов на канале «Утро февраля» будет спецэфир с господином Осечкиным. Это руководителем вот этого ГУЛАГу.нет. И я... Это будет очень интересно. Я приглашаю вас в 18 часов послушать. То есть после моего эфира завтра как раз будет эфир с ним. Дмитрий, у меня к вам вопрос. Он пригожен, то мирился, то ссорился с властью. Сейчас говорят по утечкам, что он все-таки помирился с властью. Всегда вызывает вопрос, почему он столько себе позволяет, почему он так себя ведет. Будет ли его, как вы видите, движение вверх или движение вниз? Пойдет ли он в политику? Будет ли создавать свою партию? Присоединиться ли к партии Миронова, о которой вы знаете, Сергей Миронов, «Справедливая Россия» его все время проталкивает? Вот как вы видите его будущее? Я не вижу его будущее вообще. Я, конечно, не ясновидящий. Вы спросили, что ему светит. Я думаю, что ему светит только солнце и больше ничего. Его уже ничто не греет. Будущего нет у таких людей. Вы это знаете лучше меня. Они не доживают обычно ни до чего хорошего. Его зачистят, безусловно, или свои, или наши. Кто раньше, кто первый встал, того и тапки. То, что наши спецслужбы будут зачищать, по примеру, МОСАДА, всех, на чьих руках кровь украинцев, у меня нет никакого в этом сомнения, и наши спецслужбы уже это делают. И правильно делают. Нас будут уважать в том числе и тогда, когда государство руками своих спецслужб сможет физически уничтожать тех, кто убивал украинцев. На руках Пригожина слишком много украинской крови. Это подонок, это террорист, это человек, с которым вообще разговаривать не о чем. Поэтому тут кто первый. Кроме того, его в России очень не любят, потому что он же умудрился поссориться со всеми, кроме Путина, видимо. Жив здоров, Дмитрий. Я хочу вам сказать, что, на мой взгляд, вы сейчас говорите о будущем депутате Государственной Думы, от партии «Справедливая Россия». Вы говорите о человеке, которому долго присматривались, который ясен, понятен, понятны его угрозы, понятны его предложения. Он не мутный, он негодяй, преступник, террорист, но он прозрачен, он понятен. Вы же медийный человек. Вы понимаете, что все его слова, они доходят до аудитории. Я не сомневаюсь, что если он решит пойти во власть, он пойдет во власть. Убьют его, кто его убьет, это вопрос второй. Матвей, вы знаете, как слова Троцкого доходили до аудитории? Ого, Троцкого как любили. Но ледорубь его ношу в 40-м году. Аж в 40-м. Аж в 40-м. Ну такие технологии были. Сейчас ледорубы находят гораздо быстрее, не только ледорубы. Вы сказали о том, что он будет депутатом Государственной Думы, а я не уверен, что будет Государственная Дума. Потому что я не уверен, или будет Россия. У меня большие сомнения в том, что Россия останется существовать как единое государство. Поэтому ни о какой Государственной Думе не может идти речи. Государства не будет, и Думы не будет. Тем более там давно уже думают жопами. Поэтому у меня по поводу Пригожина подозрение, что недолго ему осталось. Хорошо. Нет, я понял. Как моя бабушка говорила, недолго музыка играла, недолго Янкель танцевал. Вот этот Янкель будет танцевать недолго. Недолго Фраер танцевал. Фраер — это уже переделанное. Бабушка говорила аутентично. Оно звучало, недолго Янкель танцевал. Поскольку Пригожин еврей, то я хочу сказать, этот Янкель будет танцевать недолго. Нескольким российским политологам, военным экспертам и военкорам отправили посылку со статуэтками. Вы понимаете, уважаемые зрители, некоторые аналогии. Вы видите статуэтку. Предварительно одному из них пришел бюст маршала Жукова. После теракта с Владленом Татарским подарки проверили полицейские. Позже появилась информация, что мастер, которому заказали бюсты Жукова для российских военкоров и политологов, заявил нам, что клиент настаивал, чтобы их доставили на Пасху, но с пометкой «Подарки ко дню волонтера». Ну, я не знаю, почему ко дню волонтера. Суть не в этом. И важно, что в них не были обнаружены взрывные устройства, как в той статуэтке, из-за которой погиб татарский. Это так шутят сейчас в России? Да, в России сейчас вообще много шутят. Знаете, как в последний раз, хотя, говорят, перед смертью не надышишься и не нашутишься, но они шутят. Они живут, как в последний раз, они это прекрасно понимают. Вы что думаете, они идиоты? Посмотрите Матвей на лицо Соловьева, например. Вы же помните, год назад у него был цветущий вид. Он лоснился, он стоял в этих сталинских френчах, хорошо смотрелся. Теперь от лица осталась кожа до кости. Вы же видите, лица нет. Да он похудел, он сидит на лечебной диете. Что? Вы что такое говорите, что он от жизни похудел? Матвей, он похудел не от лечебной диеты, а от того, что в жопе уже свеча. У кого? И уже фитиль подожжен. У кого? У Соловьева? У Соловьева? Секундочку. Покажите, пожалуйста, третье видео. Это вам вот этот, который сохся весь, вот про которого вы говорите. Покажите сохшегося. Да, сохшегося покажите. Да, тут все-таки Зеленский, повторюшка, дядя Хрюшка. Вот он не смог пережить визит Владимира Владимировича Путина, и поэтому решил тоже срочно приехать. Срочно приехать. Наркоман, куда ты лезешь? Сиди дома, кокс нюхай. Творюга. Приехал опять, черный, черный, приехал, черный, вот. Что ты ручками машешь? Кстати, я когда гулял по Артемовску, что-то я слышал, там звуки были, бахало. А когда видео Зеленского показывали, никаких звуков не было. Что, на киностуде Довженко опять снимали? Ну так, просто ради интереса. Потому что, когда вокруг тебя люди в бронике, а ты вот такой весь, напомаженный, при том, что все знают, что ты трус, и ходишь все время в окружении иностранцев, закованных в доспехи с оружием, то, мальчик, меняй локацию, меняй локацию, павильон, переходи слева павильона вправо, и справа в левый. Главное, взрослым сказки не рассказывать. Ну, к тому, что мы сейчас, сейчас одну секунду, я должен добавить важную вещь. Он не повторюшка-хрюшка, или как он, сказал Зеленский, как сказал Соловьев, а потому что он поехал раньше. Он поехал раньше. А где был Путин, значит, в скольки стах километров, и то место, где был Зеленский. И когда. Да, и когда. Но ещё раз, мы сейчас говорим о цветущем внешнем виде. Во-первых, если бы я получал такие деньги, у меня бы тоже был такой цветущий вид. Это во-первых. Начнём с этого. А во-вторых... У него нет цветущего вида. Посмотрите, у него перекосило рот, во-первых. Посмотрите внимательно. У него испещрили лицо жуткие морщины. Он производит впечатление онкологического больного. Я вам серьёзно говорю, я не шучу. Посмотрите на него внимательно. Это шизик с перекошенным ртом. И я думаю, я смотрю на него, я думаю, ему недолго осталось. Я вам точно говорю. Посмотрите внимательно. Хорошо. И наши зрители посмотрите на Соловьёва. Последний раз. Ему недолго осталось. Вы мне напоминаете профессора Соловья. Помните? Лишь бы не профессора Дуэля. Да. Путин болен, Путин болен. Вот завтра помрёт, помрёт. Путин говорит, да, завтра помру.